итак продолжаем бспр давайте расскажем про всех персонажей надеюсь в этот раз я попаду в спорте пещеры про которые еще не рассказал это по-моему последняя секретная локация локация но не последняя секретка робот чем он обладает у него по умолчанию выше тир выпадаемых пушек то есть пушки которые обычным персонажем падают на втором этаже роботу буду появляться на первом те пушки которые будут спавниться обычным персонажем на шестом этаже роботу будут появляться на пятом также его способность это поедать пушки поедая пушку он получает либо патрон либо аптечку с него то есть как обычный пикап обычный пикап выпадает на землю вот патрон еще патрон вот робот то же самое поедая пушку получает либо патрон либо аптечку если хп полная то гарантированно получает патрон так как он съедает одну из пушек то патрон достается второй то есть за счет выпадаемых пушек робот может восстанавливаться он очень хорошо подходит для начинающих игроков давайте про многое расскажу робот хорошо подходит для начинающих игроков потому что без способности дойти далеко вы будете находить пушки лучше и будете иногда становится на привал чтобы восстановиться гарантированно получить пикап робот скин немножко попозднее окей робот скин и я вот пожалуйста добавил шотган обычному персонажу здесь не можете спавниться робот уже до роботу заспавнился окей я возьму лазер брем и давайте вспомним что делает пицца пицца на этом этаже где же она люк тот самый люк а вот он огнемет я съем получу дробь кстати про желтые сундуки я так и не рассказал чтобы получить оружие желтого точнее патрона из желтого сундука для вашего оружия вы должны выдержать в руках так я специально постоял подождал потому что порта может появиться внезапно пошли за гранатометом экстерфит дополнительная нога которая вкачал таки не объясню вам весь этаж уничтожается при открытии пиццы это довольно удобно так берем шутган проглатываем гранатомет получаем шелси можно очень быстро найти пиццу а как правило она спавнится очень далеко здесь все тот же огнемет пиццу можно открыть сразу же если вы ее найдете и она уничтожит весь этаж но это не работает когда мамка на лупе жива еще про которую я уже немножко упоминал и так посетив пиццу я увеличил пул моих оружий на плюс один еще за счет увеличенной сложности и вам ничего этого не напоминает плюс один кировое оружие абсолютно верно посещая посещая пиццу за обычного персонажа вы наделяете его пассивкой робота поэтому пицца такая мощная внезапно да та самая пассивка робота которая является его спецификой легко достигается просто гранатометом в кутыню так я сейчас уничтожил кучу врагов около вольта открою его и он сразу же заедился как только активировался потому что радиации вокруг было очень много так секретка портал и пищевая я надеюсь что она сейчас появится дабл флейм это намного лучше чем просто дабл шут ган лицо как очень полезная мутация которая полезна всегда кстати про то сундук здесь не спавнится пока я без короны довольно важно вот так берем прокрутую корону я надеюсь что сейчас будет прокрутить шанс на прокрутой сундук два из трех при использовании короны взрывов взрыв о чем это я короны проклятие так мне сейчас важно не убивать биг дога пока я не взял пушку проклятую окей теперь я взял прокрутую пушку и если бы я сначала убил биг дога не зашел бы за него до то портал мог появиться прямо на портале портал горы на сундуке и тогда пушку бы за сало на следующий этаж тогда я бы не смог попасть в протописи пожалуй я меч пока меч спасибо за пулем так а у меня же лазер премьер может плазму лучше взять ладно я возьму плазму потому что было зеркальность и так важно важно не проклятую корону иметь а проклятую пушку в руках иметь не на следующий этаж чтобы она засосалась в портал да а именно в руках иметь и тогда вы попадете в секретку а именно 4 вопрос о боже мой что это слышите этот звук и так это самая страшная локация приводом как страшно вообще-то на джунгер страшнее но это только если при других условиях секретки как правило очень страшно это не то что страшная локация она самая нечестная самая жопа дробящая и так здесь у нас только три типа врагов бандиты не знаю что они тут делают вот эти вот ребята проклятые и те ребята которые тоже пропитые и так что делают вот эти порты ребята заметьте при их убийстве что происходит ну сейчас как-то не повезло в общем я сразу же объясню пока этого не произошло чтобы потом было видно посмотрите как ведут себя кристаллы прикосновение кристаллу дамажит на 20 единиц они телепортируются и они клевать хотели на то где ты находишься они это делают просто сами по себе если вы не дай бог попадете под этот телепорт то вас ждет смертная казнь через потерю и соса и вот сейчас через из одного паучка был пилос три паучка видели это вторая проблема этой пещеры паучки с шансом 50 на 50 раздваиваются при смерти и это может продолжаться вечно это локация очень нечестная очень подлая и очень сложная и есть такое выражение среди игроков трона поймать телефраг это делается вот так не знаю смогу ли я сейчас поймать телефраг специально потому что шансы на самом деле у него довольно низкие я попытаюсь подставить себя просто от лазеров здесь сдохнуть а пожалуйста он просто появился около меня то есть в такие моменты ты просто говоришь чё за херня игра я не мог увернуться от этого дерьма то есть я с потерял помню что делать с спасает от смертельного урона однажды однажды за этаж и чтобы контрить вот этого вот говнюка нужно просто стоять на безопасном расстоянии от него а именно вот на таком вот примерно как радиус обзора так отстань если вы будете стоять достаточно далеко он не сможет за один телепорт вас уничтожить и так у нас тут прокатый сундук с тремя прокатыми пушками и это конец этой секретки так я возьму lightning cannon потому что она очень мощная терпение так тут у нас дискомет и хэвис лагер хэвис лагер очень короткая дистанция но очень много урона так не убивали так что за передача эстафеты хэвис лагер очень мощный но у него есть проблемы с использованием я не все рассказал что хотел про факты пещеры потом это будет намного интереснее смотреть хэвис лагер это довольно интересное совмещение с ногой с ускоренным передвижением съедание под прокатых пушек на прокатую пушку можно съесть тогда я получу 7 урона и в принципе это недорогая цена за то чтобы избавиться от прокатого свата дайте с хэвис лагером побегаем подольше и лс я все-таки хочу с собой взять так я хочу хэвихард хэвихард появляется всего однажды в забеге с условием если я соберу три из шести мутации на улучшение так соберем эти пикапы а кстати как же круто увеличивается дальность хэвис лагера под плечами вал я уже забыл про это до хэвис лагер под плечами в узких проемах вообще мощным становится вы видите это дигма да так я бы не прочь сейчас найти вольт и пойти туда с ногами совершенно по-иному все ощущается как будто блин соник такой окей разрушили вот после его активации после его зарядки тем драгон пожалуй нет здесь не будет модификатором к сожалению здесь нету модификатора пушек хэвихарты в этом забеге не соберу окей я встал на бедестал короны и тем самым у меня проклятие снилось я могу взять всю ту же пушку проклятую но я пожалуй с него вообще корону пушку даю корону про кто-то я мог взять но она мне нужна была именно для того чтобы он и не стоит перед ними town не умер так подождем он призывает значит не может атаковать так что делать задница на робота вместо одного пикапа поедание пушки будет давать 2 это то что делает задницы просто элементарно надежно но его обилка с каждым этапом игры становится все более и более бесполезной потому что пикапы все больше и больше начинают падать так здесь будет осторожно надо будет потому что если я буду зачищать лабы хэви с лагером который уничтожает не больше одной цели за удар за выстрел произойдет ну как я уже говорю когда-то с лагерем лабах сосуд однако эти лабы не особо сложные поэтому тут особо можно не париться платный пистол пожалуй я сладенько нам останусь потому что просто он большой мощный конечно он долго заряжается на сейчас это не особо важно так ждем ждем а то забросали шарами идем латнинг в смысле лазер кадан очень мощная пушка если у тебя есть лб она стреляет семью лазерами если есть лб и также эти лазеры наносят увеличенный урон потому что лб сама по себе лазеры выключают то есть она усиливает лазеры и сами по себе и также количество лучей использует как нибудь я покажу лазер пеннон без усиления и вы удивитесь насколько она слабая без усиления лазер пеннон отличное оружие просто великолепнейшее оружие питье а до 555 3 лазера без усиления 5 лазеров с усиления при этом кратит 3 энергии всего лишь в общем без лб лазер пеннон полный посос с лб она боже мой какая же она имба она экономная она домашняя она дальняя она умеет в мили атаку смотрите можно мне мили атаку показать не на этих плохо по окей на генератор покажу в мили атаку то есть казалось бы у нее есть уязвимость на самом деле ее здесь нет возьмем аптечки точнее желудок двойной желудок я его постоянно называю двойные аптечки лазер пеннон не имеет от отрицательных качеств потому что когда он заряжается вот этот пучок он как плазма он тоже наносит урон это же отталкивает всякую мелочь сейчас вы увидите это сначала тюк 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 а потом уже сами лазеры пошли генераторы кстати взрываются поэтому если вы будете стоять внутрь генератора уже немножко пострадаете не стоит так делать двойной желудок выручает потому что меня и так увеличенное хп контрим вот эти вот ребят очень сложно с хэви с лагерем наносить урон трону но если делать это достаточно аккуратно это будет очень эффективно а я уже подобрал там все шли дальше второй трон лучше вообще в мире не убивать потому что он взрывается после смерти и даже более того множеством взрыва пум 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 эти взрывы могут очень далеко доставать а я еще и без особыл окей ультра робота мы видели только ультра скелета ой скелеток стероида и у стероида самые скучные ультра из всех персонажей вообще у робота тоже не особо интересный ультра но поинтереснее чем у стероида первая ультра позволяет появляться лучшим пушкам то есть пушки низкого тира вообще не будут спавниться и гораздо больше пушек будет высокого тира то есть очень хорошая вторая же позволяет получать сундук при поведении оружия давайте второй задействуем сейчас и также у обоих ультра есть пассивная способность как я остановился это хорошо мне нужно срочно менять с лагер на что-то другое потому что здесь очень много мелочи а свагер только по одиночным бракам по толстым одиночным бракам но зато ланшоты от всяких мух щитовика можно убить со свагером там кстати клобок который сейчас взорвёт стену у клобка есть на очень интересная слабость после взрыва стены он стоит на месте пару секунд этих пары секунд хватает чтобы его убить это его самая большая слабость блаткой нам окей она не особо прикольная она наносит нам намного меньше урона чем или слагер но она летит подальше она также генерирует кровавые взрывы которые защищают от прожектов но она очень кривая дело в том что стреляя она может попасть в любой отсколок стены в любой угол стены в любой любого врага и разбиться об него то есть она очень ненадежная сложность вам которым я сожру одну из пушек и задница мне восстановит аж 20 патронов лазер канон довольно универсальная пушка поэтому я спокойно могу прямо вот с ней ходить и не париться смотрите-ка два ультра уже из-за того что я робот они уже в таком темпе спавнится револьвер стреляет очень часто тратит пули и также тратит радиацию да он очень мощный но у него есть проблема он тратит радиацию что это значит это значит что когда вы потратите всю радиацию у вас все еще будут пули но будет написано что недостаточно радиации это проблема при поедении ультра оружия робот также немножко радиации получается так метод хэви авто и что без радиации остался ну да ладно и не особо хотел с револьвером ходить потому что он потребляет только пули и из-за этого могут возникнуть небольшие проблемы это 3 вольт на в этом забеге как видите здесь три статуи я не буду брать корону не в руках сейчас хэви авто кросс это сильнейший одиночный арбалет в игре он как тяжелый но при этом еще и автоматически это тяжелое оружие против одиночных целей это стоит учитывать при его подбирании ему в пару надо что-то более универсальное или по мелочи какой нибудь в ганда был по им или так далее итак два бандита если стоять на месте они не выходят это важно я сейчас отойду и они выйдут итак фишка победы над как-то у меня много дамага было сейчас что ж такое я слишком хорошо играют игроки мне не удается спровоцировать проблемы в общем фишка в чем когда два бандита появляется когда вы исполнитесь на локации вам нужно немножко зачистить ее прежде чем эти бандиты появятся они не появятся если вы будете стоять на месте итак фишка битвы с двумя бандитами какова вы появились немножко вышли посмотрели побили их немножко дальними оружиями до его позволили им приблизиться и убили ближним оружием до увидели что там никто оттуда не идет отошли они здесь появляются или здесь и поблизости сразу же 1 вы цепляете уходите за угол 2 чаржится на вас и во время чаржа он так загорается да и во время чаржа вы отходите и убиваете его самый вызовемый момент когда он собственно сам атакует пассивка ультра совсем не рассказал про нее когда я оставляю пушки на этаже они поедаются автоматически и не небольшой недостаток это ультра вы видели сейчас сундук заспавнился на месте портала дело в том что если автоматически сжираю пушки то получается такая фигня что сундуки остаются в недосекаемости а я заспавнил сундук с золотой пушкой и и сразу же подобрал вот она золотой лазер пистол ok я с ней с этой пушкой следующий этаж пойду чтобы заложить до золотые пушки спавниться просто так на природе единственный аханеть вот это блин мощи хавиаста очень мощный на природе единственный способ получить золотую пушку это собственно штаб сходить штаб в особняк ювей но при достижении лупа золотые пушки начинают падать просто так причем не просто так а еще и с наибольшим разнообразием потому что на природе всего 6 может появиться люк нечем взорвать на ультра шутган я бы хотел его у меня еще и плечи есть так мне надо убедиться что это последний враг на этаже я хочу залочить золотую пушку но при этом остаться еще и с шутганом смотрите как это делается привлекаем крыску в нужное место привлекаем ее в нужное место привлекаем ее крыска расстегивается таки я беру золотую пушку в руки чуть не перепутал золотую пушку в руки беру а портал засосал ту которую я хотел взять так можно делать почти со всеми врагами и таким образом я залочил золотой лазер приставы можно сожрать и за золотую пушку кстати дает 4 пикапа задницы 6 ультра шутган самый лучший шутган игре потребляет радиацию помимо основных патронов довольно затратный по дроби и это большой плюс дело в том что ультра револьвер и ультра арбалет у них есть проблема что они не более немного экономные особенно с арбалетом хотя не с револьвером такой проблемы основные нет там немножко немножко другая проблема то что слишком узкого и применение у арбалета слишком большая экономия из-за нее вы будете всегда сливать радиацию но очень редко сливать болты с револьвером с ультра револьвером таким образом вас постоянно будут копиться болты но очень мало расходоваться второе оружие из-за этого ультра револьвер можно использовать только со вторым болтовым оружием либо с очень затратным мощным оружием типа плазмы плазмы канона а у револьвера такого нету потому что он тратит очень много дроби вместе с привычной для утра оружия радиации благодаря этому это плюс это большой плюс ультра шутгана благодаря этому можно его использовать на ровне с обычными пушками не беспокоясь о том что вы останетесь без радиации и с максимумом патронов как-то бывает у револьвера или так тут у нас собака и еще не видели на лупе и она тоже немножко изменена давайте посмотрим насколько ее ракеты начали стрелять это очень большая проблема это очень большая проблема и меня она сейчас задавит я хочу побольше посмотреть на эти ракеты показать эти ракеты достаточно ударит чем-нибудь маленьким так не убиваем собаку достаточно ударит чем-нибудь маленьким и их развернет в обратном направлении я не еще долго и будет разворачиваться то есть да также помимо стрельбы из ракет самих ракет стало больше и также вот этих вот выстрелов боковых круговых стала точь также намного больше также одно из усилений бигдога на этот раз пассивное пассивное усиление бигдога это то что он становится толще толще чем обычные боссы кто-то остался еще то есть если обычные боссы усиливаются на 30 процентов хп то бигдог усиливается по моему на 80 точные цифры я не помню но тут у нас золотая плазма не знаю можно заводить ее можно и не заводить я не буду заводчивать это плохая идея очень золотую плазму потому что она слишком мощная для начала игры и в начале игр вам просто патронов не хватит чтобы адекватно и пользоваться она не не очень удобная короче говоря об гиперкристалл да в пещерах тоже появляется босс на этот раз это гиперкристалл также здесь появляются электрокристаллы вон они один из них электрокристаллы он взорвался до того что-то показал к сожалению они короче молнии стядают от которой невозможно увернуться кроме как отойти подальше гиперкристалл после того как увидит нас начнет дико взрывать кристаллы если мы находимся за стеной и если наоборот не за стеной то все кристаллы будут целиться собственно сам гиперкристалл только взрывает их и призывает если их очень мало все больше ничего не делает как то вы сами по себе еще гиперкристаллы вращает все больше он ничего не делает но не стоит его недооценивать точнее видео потому что это женщина не стоит его недооценивать этого босса потому что если кристалл внезапно вас начнут избивать можно от хлопотать от них очень даже много потому что у вас все сразу же целятся и также примечательно то что с кристаллов очень много радиации падает то есть уничтожая эти кристаллы которые гиперкристалл бесконечно призывает можно восстановить свою радиацию из его снимала да вот об этом я и говорю она всегда случайно появляется получается так окей ладно это был гиперкристалл не особо сложный босс только потому что у меня есть экстрафит у меня есть экстрафит который не только ускоряет персонажа но и спасает от вот этой паутинки я даже забыл об этом только сейчас обрати внимание да третья нога помогает так зимний город чем он изменился во первых здесь у нас немножко полоса во вторых здесь у нас немножко некромантеров которые довольно сильно портят картину золотой арбалет мы наверное увидим все золотые пушки потому что за робота с его ультра и подождите нет я уже ультра взял не на увеличение да действительно я же другую это просто это не из-за того что я робот это просто они падают потому что ультра у меня не та что позволяет большому количеству золотых пушек падать я бы хотел на самом деле найти плазма миниган это не то что я хотел проглатывая пушки вручную я могу выбить красный сундук ну чё то как то нет так золотой арбалет ничего про него нельзя сказать он просто немножко быстрее бьет вообще золотое оружие она обладает эффектом все тех же характеристиками и дамагом как обычные пушки но иногда на некоторых пушках больше скоростейности так здесь у нас уже проблемы смотрите совмещается палас лабы и зимний город то есть надо не только следить за едь следить за танками за золотыми танками но также следите за некромантерами которые постоянно воскрешают долбанных фриков поэтому эта локация становится очень даже злой однако у нее есть и плюсы здесь танки здесь ети здесь собаки она все дропает патроны с большим шансом и зимний город это вообще самое выгодное место по патронам но по братку это самое невыгодное место по радиации вал я чуть не выстрелил по счету дело в том что щит визуально появляется чуть раньше чем его хитбокс поэтому до ощущения как будто я выстрел по счету на самом деле щит еще не не появился провиция на лупе важно именно для использования ультер пушек сейчас я использую очень экономную в лазер канон вы могли заметить что я его использую максимально часто если какие-то проблемы кстати сейчас будет фанта приготовьтесь узреть имбу фантер на лупе стреляет намного жестче обычного хантера стреляет одним одной волной консеров по сейчас он может стрельнуть две волны или даже чаще и также дальняя атака его тоже усиливается вот это вот кроме того из порталов появляется больше ментов ой я случайно проглотил оружие я на секунду подумал что я кристалл и мне надо включить щит в итоге я просрал свой лазер пеном бывает такое случается за робота довольно часто за робота очень легко взять и нажать правую кнопку ладно сейчас чего-нибудь найдем так это все туфта это в туфта у меня нет триггеров чтобы осуществлять использовать пока что самым выгодным условием будет оставаться с универсальным дробовым оружием чтобы в случае чего использовать ультрашут ган почему потому что если я буду использовать какое-то другое сомнительное оружие типа такого да типа она медленная толку от него не будет а потом я буду в сложных ситуациях использовать ультрашут ган и дробь тратится до дробь кончится а что дальше делать если же я буду использовать оба оружия дробовых то я всегда буду с дроби без дробями да конечно печально что я сожрал вторую пушку нынче ничего страшного сейчас найдем чинить так смарт ган плазма унигана я его и хотел окей это та же самая плазма на очень скоростной на и также с низкой точностью его нужно использовать с особой осторожностью и без лазер прейна совершенно того не стоит плазма минигана побольше действует чем у лазер минигана лазер миниган совсем туфта какая-то очень сложно использовать по правильному плазма миниган же очень мощная это техномантир знакомьтесь насчет плазма минигана я попозже немножко убеду применил наверное потому что у у нас тут техномантир и пати начинается так в общем что он делает он призывает турельки и некромантик некромантик и воскрешает еще больше просто убор богу еще больше фриков а турельки собственно подавляющий огонь делает он очень толстый но сам по себе он не дамажит то есть по нему можно ходить спокойненько ничего проблем с ним не будет проблемы в вот в этих ребятах лет в этих ребятах если их станет слишком много если вы слишком замедлите словах то весь этаж покроется фриками и вы просто не сможете добраться до техномантира в итоге что является большой проблемой сейчас очень мало врагов здесь прям катастрофически мало я даже не ожидал что в лобах будет настолько мало каков в нем просто повезло со спавном обычно ты как заходишь в лады убиваешь толпу фриков они воскрешаются приходит еще больше некромантеров они тоже воскрешают и ты просто стоишь и охреневаешь от количества зерга в твое лицо окей в полосе все те же менты все те же гварданы но помимо этого еще экспо фрики привычные менты каждый этаж и также здесь помимо экспо фрика вспомниться джунглевые бандиты экспо фрики дают своим камикадежством скажем так да не понял а под прикрытием собак снайпера очень жестко гасит с другого конца экрана вот на этот раз очень повезло что снайпера были где-то непонятно где не клаунчер забавная штука ему можно управлять довольно много урона наносит но он взрывается ракеты можно управлять сейчас я его не буду использовать он медленный он взрывается он разрушает все стены вокруг вместе с укрытиями просто показываю а кстати хавиасульт да это как просто ассульт райфа но она стреляет тяжелыми пулями это очень надежное и эффективное пулевое оружие но сейчас я пожалуй с ультрашут ганом побегаю вот это вот вот видите это вот она проблема вот она проблема и эти джунглевые бандиты и эти снайпера вот вот этот классический пауз ты захочешь и просто охреневаешь как это пройти вы чё издеваетесь что ли окей если у вас будут проблемы с спавном просто не паникуйте подождите немножко и выходите выходите в пустое место это мимик окей вышли в пустое место главное законтрить вот этих вот снайперов но они так просто себя не дадут потому что снайпера могут проследовать собак а ты не можешь проследовать собак так снайпер пусть не щитовик такие щитовики сдохли самая большая проблема полоса на лупе это не собаки это не снайпера и даже не джунглей бандиты это все вместе самая большая проблема это все вместе да они работают в команде это прям комбо такое тогда мне патроны пожалуйста спасибо они работают в команде сожрем чтобы гарантированно получить энергию половину колбы слил на этот этаж но это не страшно потому что сейчас трон мне даст кучу кучу энергии и так трон на лупе что он делает на лупе во-первых генераторы имеют намного меньше хп чем на прилупе да еще крови нет с крови мы потом еще разберемся так давайте разберемся сначала с самим троном его вот эти атаки стали намного быстрее и дольше это его первое усилие второе усилие шары шары не будут стрелять в большем количестве но разлетаться они будут большими лучами во все стороны вот я не считал сколько лучей точно на прилупе и на лупе но в общем вот этих вот полос больше давайте разрушим генераторы условия с генераторами все еще сохраняется у них меньше хп просто потому что вы как бы уже на лупе и это формальность бить генераторы но их все еще можно оставить и сесть на трон из-за этого так но тактика против трона тоже самое просто шары распространяются намного шире чем раньше и из столбов из столбов появляется больше гварданов чем раньше то есть бы по одному а теперь по 2 кстати если убить гвардена около столба стоп также пробудиться как и от шара так ну тактика все та же самая доджим по-аккуратному уничтожаем гварданов как только они появляются стоим байтим гусь по максимуму и по минимуму отходим вниз потому что вот я сейчас отошел у меня проблемы начались важно понимать что хоть и нельзя отходить вниз но иногда все-таки приходится потому что стоять там просто уже нереально окей он сейчас должен сдохнуть меня оттолкнуло из-за того что я плазмой стрелял я налетел маке что ж это у нас второй луп здесь у нас снова 0 1 l2 и я открыл hard мод за достижение l2 трон 2 все еще такой же но он стреляет большим количеством шаров и каждый из шаров вылезает с большей силой на на все стороны распространяется смысле доджить точно так же надо то есть смотрим куда летят шары смотрим за троном от лучей ворачиваемся в разные стороны то есть я стоял здесь значит здесь будет безопасно от этих шаров смотрим между ними проходим потом снова проходим между ними я стоял здесь значит здесь будет безопасно я стоял здесь значит здесь будет безопасно относительно разумеется относительно его звезду кстати можно определить по звуку он довольно тихий там такой окей я думаю понятно как угорачиваться с второго трона итак второй луп состав этажей не меняется то есть он меняется на один раз на втором бой на первом лупе начиная со второго он уже такой же прежде остается просто увеличивается шанс встретить усиленные версии врагов давайте наверное капитана убьем внутрь чтобы сделать так как я сейчас сделал ван едет смотрите на его заднюю крышку которая открывается в момент когда она начала открываться можно заходить можно нажать е только первые секунду полна до полторы секунды где-то в общем когда ван остановился когда он еще стоит ой когда он еще едет он дамажит когда он остановился можно подходить к нему самый эффективный способ зайти в ван это либо подождать его сбоку подойти тогда либо подходить к нему сзади то есть он подъезжает и вы как бы вот как я сейчас сделаю спереди него стоять лучше не надо потому что вы никогда не знаете куда куда он доедет лучше всего сбоку стоять как бы как как это как в маршрутку заходить у бандитов нет усиленной версии их двое и они стреляют без кулдауна так штабе у нас все в айди беде очень большой шанс встретить элиту особенно на втором группе да кстати второй губ это два ванны вы могли там заметить вторую поехал когда я заходил но это еще не все если на втором лупе из ванны выходит их выходит двое а я в щит выставил щитовики для меня сейчас проблема потому что еще ультра оружие в штабе радиация вообще не падает поэтому ультра оружие мне сейчас кончится его надо на что-то срочно менять так в щит не стреляем насчет элитников шансы на элиту на втором лупе повышается очень сильно очень сильно она в принципе радиации должно хватит на следующий этаж капитана и убьют с помощью нигана я думаю так окей самая большая проблема второго лупа это не враги а именно элитники айди пятишники их очень много на втором лупе в дальнейшем разумеется я буду по возможности доходить до 2 лупа гиперлаунчер стреляет без скорости прожектала мгновенно достигает цели имеет импакт то есть на момент столкновения проекта его с врагом дамаг и также имеет дамаг взрыва мощная штука на очень закратная но она хорошо по одной цели я его возьму на капитана капитан это истинный финальный босс игры то есть у нас есть трон второй трон и капитан окей я подгватываю ультер шутган чтобы восстановить взрывчатку и нас ждет истинный финальный босс игры это у нас капитан да вот он самый что ж здесь надо стоять в центре здесь надо смотреть за обоими атаками когда он делает по вот это вот это значит он телефрагом телефрагнуть хочет то есть довольно предсказуемая атака кстати капитан не усиливается от лупа он на первом и на втором одинаковым это единственный босс который усиливается от лупа только качеством фото вот это атака его него самое сложное потому что он или фрага может уничтожить из шаров попадают патроны если у вас кончится то это единственный способ его добить а музыкальная тема это кстати ремикс оригинальной темы трона так вот это был байт если бы он телефрагнуться у меня был бы очень печально что же самое главное против капитана это следить за его шарами следить за вот этой атакой футбе надо в центре стоять и следить за его звуками да 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 вот вот это вот и было опасно я забайтился на патроны волк было близко телефраг у него на фиксированное количество так тихо на фиксированное количество расстояния океан вдох то есть или фраг у него как он здесь начал к оставать его здесь закончил фиксированное количество клеток его можно не добивать он сам сдохнет тогда но это не важно и меня самого тянет на пьедестал то есть это истинная концовка игры клятий мутанте да 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 я помню когда капитан только-только ввели у него у меня очень много проблем было с ним вот прям очень много проблем и после победы над капитаном нам надпись гласит строгал из овер битва окончена или сражение окончено в общем типа типа финальная концовка и на этом можно завершить прохождение трона только вот это только начало это только начало у каждого персонажа присутствует второй скин я открыл его только на глаза насколько я помню да также робот я тобой играл кстати лазерный пистолет давайте умрем за робота потому что подтверждает эта штука убейте меня пожалуйста роботом поиграно без кино изо всех персонажей я буду открывать по мере игры за этих персонажей но помимо этого помимо бы скинов за каждого персонажа 12 корон 12 персонажей по 12 корон 144 короны 12 корон за каждого персонажа 6 прилупных 6 лупных то есть 6 можно получить на прилупе 6 можно получить на лупе как лучше короны в какие именно короны в очередь и зачем я уже расскажу потом сначала сделаем упор на короны и бескины потом уже на описание лейтовых билдов потому что пока что любил дам особого пристрастия то и не надо потому что это только начальные этапы игры что ж на этом все удачки до встречи